Дорогие друзья, братья и сестры, слава нашему Господу! Господровал нам прекрасную возможность, мы сегодня в Доме молитвы. Мы уже так много сегодня слышали. Два стихотворения были замечательные. Замечательная проповедь, в которой было обращение к каждому из нас, чтобы мы сегодня проверяли жизнь свою. Молились о молодых. Кто, может быть, помнит, как раньше, ну, может, и во всем Советском Союзе, я знаю, как в Молдавии раньше свадьбы проходили, то, когда уже голубцы давали, то неверующие люди очень многие уже не помнили, потому что не напивались. Это такой долгий процесс был. Сегодня так много уже было разной пищи, очень много и очень разной. Я хотел бы еще, в свою очередь, постараюсь долго времени не занимать. Хочу прочитать одно стихотворение. Я еще не дожил до того возраста, чтобы как брат, как сестра уже говорить наизусть. Надо еще читать. Может, даст Бог доживу когда-то до этого. Я хочу прочитать именно это стихотворение, и так как на эту тему я хотел бы говорить, и в этом стихотворении очень много именно сказано того, о чем бы я хотел поговорить. Прочитаю его, и потом немного поделюсь своими мыслями. Стихотворение называется «Душа и небо». Куда б ни шел ты, и где б ты не был, над головою большое небо. Так бесконечно и так знакомо, как будто в детстве дорога к дому. Так сладко летом пройти полями, упасть на взгорки между цветами, под синевою и замиранием молчать и думать о мироздании. О смысле жизни, о чем-то вечном, об этом чистом и безупречном, манящем небе и дальше много, о том, что будет, о встрече с Богом. В минуты эти настолько остро, в душе волнуя, звучат вопросы. Коль жизнь под небом всего мгновения, в чем этой жизни предназначение? И если небо так возжеленно, зачем, хватаясь за то, что тленно, короткий век свой на самом деле живут в заботах о бренном теле. Ах, это небо над головою, в нем так приятно парить душою. Так отчего же, как разобраться, с землей так трудно всем расставаться. День этот будет для всех однажды, и это знает, конечно, каждый. Вот почему мы и с болью где-то порассуждаем как раз об этом. Простите, если затронем чувства, кому-то, может, и станет грустно. Но смысл межстрочек усвоить всем бы. Начнем, пожалуй, душа и небо. Душа человеческая, как птица, а тело клетка. Живет, томится. Душа пожизненный заключенный, до смерти к телу приговоренный. Но отрождение ее сознания хранит о небе воспоминание, о жизни вечной и благородной, что кто-то создал ее свободной. Она все рвется порой на волю, клянет, горюя свою неволю. Во сне летает под облаками, а как проснется, живет мечтами. Ах, мне бы в небо, ах, мне бы к звездам. Пока есть крылья, пока не поздно, но нет, напрасно. Закрыта дверца, твой срок не вышел, и бьется сердце. Как это все-таки получилось, что в рабство жизнь ее превратилась? Зачем преграда? Зачем так строго? Меж ней и небом, меж ней и Богом. И если глубже по нашей теме, иметь бы тело, как там в Эдеме, плоды вкушая с древопознания, грешил ведь кто-то, а ей страдания. Она внимания не обращала и все как должное принимала. Когда понятия не имела о том, что будет, что смертно тело. Терзает душу вопрос вопросов. Зачем ей тело? Как было просто? Она б святою была, поверьте. И как же жить ей под страхом смерти? Сильней запора в земное тело, сбежать не сможешь, хоть что не делай. Кричи, терзайся, зови подмогу, но ключ от клетки твоей у Бога. Ты можешь клетку возненавидеть, сломать не можешь, ведь Бог все видит. Жестоко скажешь, бесчеловечно, но все же время не значит вечность. И это время прожить придется, и что же делать ей остается? Душа томится, душа вздыхает, не понимает, но привыкает. И забывает все понемногу, тоску по небу, тоску по Богу. И очень редко, и то порою, глядит на небо, на неземное. Несет покорно свое жилище, и больше целей больших не ищет. Конфликт исчерпан души и тела. Душа смирилась, а тело в дело. Всему найти можно применение. Есть руки, ноги, есть голос, зрение, глаза, как окна. И то, что видит, душа то любит, то ненавидит. Смеется, плачет, переживает, все так реально воспринимает. И жизнь проходит, как на экране, как смена серии в телеромане. Любовь, свидание, прощание, встречи, простые радости человечьи, друзья, походы и вечеринки, да, фотографии цветных картинки. Все так прилично, все так культурно. Шашлык поели, бутылки в урну, работа, в отпуск с семьей на море. Хоть раз-то в жизни, ну кто же спорит. Бегут минуты, и год отмерен. И счет их строен, и бег размерен. Коснется что-то в минуты грусти, мелькнет, защемет и вновь отпустит. Пожить прекрасно душа желает, и чистит клетку, и украшает. Ну чем я хуже, а как же люди? Второй ведь жизни уже не будет. Мечты мечтами, а жить то надо. Душа меняет на вещи взгляды. Уж если выбраться невозможно, то жить в неволе улучшить можно. И улучшает, как только может, что глаз поднять от земли не может. Душа красивая, молодая, все взять от жизни своей мечтает. Уже не думает о небесном. Забыты слезы, забыты песни, и сны другие уж посещают. Душа все та же, но не летает. И крыл не чувствует за спиною, теперь заботит ее иное. Как жить? Что делать? Чего добиться? Да так, чтоб вспомнить и чтоб гордиться. Вот это руки мои творили, а здесь стези мои проходили. Вздохнет украдкой довольным вздохом. А может в клетке не так уж плохо? Что нам известно о небе? Крохи. Нет, все же клетки не так уж плохи. Ну, предположим, что все летают. А кто же сеет и кто сажает? Меняет, строит, мосты возводит, в пустыне воду водопроводит. И кто, простите, детей рожает, род человеческий продолжает. Нет, мы оставим пустые речи. Жить надо просто, по-человечьи. Твой день сегодня, а там кто знает? Бери, что можешь, сколь сил хватает. И так промчались в водовороте Года в суетной земной заботе. Душа за делом не досмотрела, Что клетка как-то вдруг постарела. И душу это все удивляет. Она то годы не ощущает, Возьмет, как прежде. Не тут-то было. Желаний много, да нету силы. Она бы столько еще хотела работы сделать, Но вот в чем дело. И все прекрасно, и все условия, Но почему-то не то здоровье. И дни рождения уже не в радость, Ведь с каждым годом все ближе старость. И дети где-то, и дома плохо. Друзья забыли, и одиноко. И вот однажды бессонной ночью Душа вдруг в небо опять захочет. Заплачет, лежа в своей постели. Как прожила я на самом деле. Всю жизнь копила добро по нитке, А позади лишь одни убытки. Ошибок столько, что не исправить, И груз греховный, как ноша давит. Была со всеми и в жизни личной, Суровой, гордой, эгоистичной, И очень многим, кого любила, Ран глубочайших понаносила. Ах, если бы жизни вернуть мгновение, И попросить бы у всех прощения. Начать по новой и жить достойно, Быть может, совесть была б спокойна. Ах, почему же нет избавления, Ни облегчения, ни утешения. Жить, как в темнице, нет силы боли. Хочу из клетки, хочу на волю. И слезы пуще текут потоком Из глаз несчастной и одинокой. Как безутешно душа рыдает, А небо смотрит и сострадает. И ожидает в святом молчании Молитвы к Богу о покаянии, Чтобы от грязи душе омыться, Чтобы в душу небо могло вселиться. И, наконец-то, и без сомнения, Душа готова принять решение. Довольно жизнеземной, убогой. Хочу быть в небе и только с Богом. И как-то сразу ей легче стало, Душа очнулась и осознала. Открыта клетка, куда угодно, Лети, отныне ведь ты свободна. Ну что ж ты медлишь? Ты так просила? Душа рванулась, что было силы, Да вдруг застыла у самой дверцы. Зачем? Ведь больше нет страха смерти. Ушла тревога о том, что будет, Что скажут дети, что скажут люди. Она им скажет и непременно, Что Бог спасает от жизни тленной. И с наслаждением забыв земное, Душа, упившись таким покоем, И напитавшись как будто хлебом, Таким желанным и чистым небом. И слез как будто и не осталось, Как в раннем детстве душа смеялась. Иметь мир в сердце, как это много, Но сколько больше иметь мир с Богом. Ах, слава Богу, она успела, Душа вздохнула и полетела. Нет, жить, как прежде, душа не хочет, Она свободна, и это точно. Куда б ни шел ты, и где б ты не был, Над головою большое небо, Одним огромным напоминанием, Куда стремиться должны желания. Что жизнь земная лишь пар и только, А сколько скорби и боли сколько. Хотя, конечно, здесь очень много, Ты можешь сделать душа для Бога. Но все же настанет конец земному, А небо будет нам вечным домом. Ведь только в небе бессмертны души. Нет, небо лучше. Да, небо лучше. Извините, что очень долго. Я его точно бы не выучил пока. Как-то вот в последнее время Я очень много... Как-то так вот по жизни получается, Что происходит, о чем я размышляю, Даже когда брат позвонил, Предложил, чтобы говорить проповедь, Может быть, на какую-то тему. Но можно о чем-то сказать, О том, о чем не переживаешь. О том, о чем... Ну, просто можно, да, взять и сказать. Я именно хотел именно этот стих прочитать. И всем нам задать, может быть, Один вопрос и еще какое-то одно Такое утверждение сделать. Но в начале Несколько стихов из Библии прочитать И вместе с нами Немного порассуждать. Дорогие друзья, Что самое важное в жизни каждого из нас? Вот самые ценные Самые ценные и самые важные Это жизнь наша, да? Вот здесь на земле Это самые ценные, самые важные Нету ничего более дорогого, Чем наша жизнь. А что вообще самое ценное И самое важное? Это жизнь вечная. А с этим не сравнится ничто. Абсолютно ничто. Помните, премудрый человек говорил, Что если бы кто-то за любовь Там что-то отдавал, Он был бы отвергнут с презрением, То это только за любовь. Ничего. Все, что в этом мире, Кто бы отдал? Но это за настоящую любовь, Не за то, что, может быть, Сегодня многие считают. А за настоящую любовь Нету никакой цены, Чтобы оплатить. И точно так же О нашей вечности, О нашей жизни вечной, Ее ничем заплатить другим. То есть ничто, Что бы было в противовес, Что можно было бы Почитать лучше, Чем вечная жизнь. Ничто в сравнении В этой жизни ничего нет. Абсолютно ничего. Никакое богатство. Никакая слава. Никакое твое признание В этом мире, Ничего не сравнится с тем. Как бы, К большому сожалению, Вот когда именно об этом Нам говорят, Или когда сам даже думаешь Об этом говорить, То понимаешь, Что как бы нам Это не очень приятно. Ну, нам бы хотелось Слушать, ну, что-то такое, Что, ну, что-то другое. И вот какой-то парадокс Получается. Самое ценное, Самое важное, Это то, чего мы, Казалось бы, Всю жизнь ждем. Правда, не сейчас. Ну, потом. Но мы это очень ценим. Мы очень хотим. Мы хотим быть вместе С Господом. Если уже будет, Скажем, выбор, Что сегодня или никогда, Конечно, сегодня. Я хочу быть с Господом. Но если еще бы пожить немного, Мы хотели бы еще пожить. И думаешь, А действительно правда То, что мы вот, Во что мы верим И что мы говорим. Это на самом деле правда? Или мы, Ну, Или есть что-то в этом мире, Что нас влечет больше? Что нас привлекает? Что сегодня Нас влечет больше? Давайте каждый для себя, Друзья, Вот размышлял об этом, Едя в траке, Никто мне не мешает себе Сам с собой, Ну, как бы с умным, Да, порассуждать, Побеседовать интересно. Рассуждая себе, Думаешь, Если оно действительно Это очень ценно И очень важно, Почему я больше времени провожу И думаю о чем-то другом? А не о том, Что действительно настолько важно И настолько я хочу, Я желаю этого. Почему я именно об этом стал говорить? Совсем недавно, Совсем недавно мы все помним Истории, которые происходили В нашей церкви И в нашем городе, Где похоронили совсем молодую мать, Которая оставила четырех детей, Потом в Мизуре, Где похоронили совсем молодую мать, Где пятеро детей оставила, Совсем маленьких. И Как бы у всех нас Вот такой вопрос, да? Может быть даже какой-то Какая-то обида Может быть даже на Бога. А правильно ли Бог Ты поступаешь? Потому что по-нашему По-нашему было бы, да? Она, Эта мать, Она должна бы еще Было бы пожить. Но это по-нашему. Это не по-божьему. А по-нашему Это не всегда правильно. По-божьему всегда правильно. Потому что пророк, Псаломопевец говорил, Что все дни мои, Которые для меня назначены, Ты знал, Когда еще ни одного из них Не было прожито, А ты уже знал. И кончину мою, И сколько дней Ты это прекрасно знал. Как вы думаете, Те дни, Которые прожили вот люди Совсем молодые, да? Очень много таких примеров. За последнее время Их десятки таких случаев, Где эту землю покидают, Совсем молодые люди. Совсем молодые. Сегодня вот Для молодых, За которых мы молились, Это не очень даже И приятно слышать такое, да? Ну, что-то другое. У них жизнь только начинается, И скоро начнется совместная жизнь. И что, О чем-то бы другом говорить, Но не об этом. Друзья, Как много людей молодых Ушли в вечность, Оставили эту храмину, И они не были готовы. Может быть, Для кого-то какую-то тайну открою. Мне так кажется, Процентов 90, Всех, Кто уходит с этой земли По разным причинам, Кто уже в старости, Кто уже насыщен днями, Все, Ну, Пусть скажем, 90% людей, У всех были какие-то планы. Они строили какие-то планы. Вот эти люди думали, Завтра еще что-то будет. Мать, Которая ехала вместе с детьми, Погибла, Ну, Попала в аварию, Потом погибла. У нее тоже были какие-то планы. Абсолютно все люди строят какие-то планы. И мы думаем, Что мы здесь, Ну, Если не вечность, То точно 70, А при большей крепости 80. Мы стараемся жить, У нас крепость вроде, Слава Богу, Не пьем, Не курим, Ничего такого, Не употребляем плохого, Здоровье свое стараемся держать, Как бы, И мы думаем, Дожить до 80 и больше. А мы не знаем, Сколько определил нам Господь. И вот вопрос, Который я хотел бы всем нам задать. Как вы думаете, Друзья, Абсолютно все. Это касается не только, Может быть, Тех, Кому сегодня уже за 80, Или под 90, А это касается тех, Кому сегодня 15 и меньше, 20 и больше. Абсолютно каждого, Абсолютно каждого, Кто в этом зале, И всех, Кто нас видит и слышит, Абсолютно каждого касается этот вопрос. Как ты думаешь, Дорогой друг, Вот так, Как сегодня живешь ты, Так, Как сегодня живу я, Вот моя жизнь, Которую я проживаю. Если я буду дальше так продолжать жизнь, Я смогу, Ну, не получить, Потому что я верю, Что получить, Заслужить жизнь вечную невозможно. Это подарок. Но смогу ли я дойти к той вечной жизни, Если я буду поступать именно так? Потому что апостол говорит нам, Что он перечисляет много плохих привычек, Плохих дел и говорит, Поступающие так, Царство Божие не наследует. Так вот у меня вопрос. Жизнь, которую сегодня проживаю я, То, что делаю я тогда, Когда меня никто не видит, Никто не слышит, Никто не знает обо мне, Вот такую мою жизнь, Всю мою жизнь в общем, Как сегодня живу я, Это правильная жизнь. Это правильные действия, Которые я делаю в жизни своей. Если да, Это слава Богу. Это хорошо, Это замечательно. Значит, нам ничего не грозит. Значит, мы просто живем, Радуемся жизни, Делаем как можно больше в этой жизни, Для того, чтобы, Когда придет это время, Мы этого не знаем. Когда-то уже, мне кажется, Гаврил такой пример. Еще расскажу. Мне рассказывал один брат. Это было на похоронах. Брат один хоронил свою тещу. Это ничего такого. Он ее, думаю, любил. Просто так случилось. Теща умерла раньше, чем зять. И он, стоя на похоронах ее, Как и я сегодня говорю, Что-то вот призывал людей И говорил, что надо задуматься. Абсолютно каждого ждет вот такой исход. И, кстати, хочу, может быть, Всех нас как бы ободрить, Немного утешить. В этом нет ничего такого страшного. Самый правильный, Самый лучший, Самый правильный переход В вечную жизнь Это через смерть. Нету пока иного пути. Когда-то будет. Говорил апостол, что А мы, оставшиеся в живых, Во мгновение окоизмеемся. Но это будет когда-то. А сегодня самый точный, Самый правильный, Самый качественный переход В вечную жизнь Это только через смерть. И все. Когда-то Давид говорил, Помните, да, О сыне своем, что Я пойду туда. Он уже ко мне не возвратится. И вот человек, стоя На похоронах своей тещи, Он говорил о том, Что как бы никто из нас Не знает, кто будет следующим. Вот она уже ушла в вечность. А кто будет следующим? Представьте себе, Есть такая очередь определенная. Мы ее не видим и не знаем. Эта очередь есть. И в этой очереди все мы стоим. Только кто где? Кто? Там не по желанию очередь занимает. Нет. Там так Бог определил. И все стоят в этой очереди. И так он призывал людей, Говорил, не знаю, сколько, Много или мало. Но потом прошло время, Несколько недель буквально, Он упал с какой-то высоты. После этого пожил или не пожил, Не знаю, но он потом, Его жизнь, она закончилась. И как-то вот люди, Которые были на этих паранах, Когда-то у его тещи, А потом у него, И говорили, Вот это человек. Он задавал всем такой вопрос И говорил, Кто будет следующим? Мы не знаем. И интересно, Говорит, а он знал? Ну, как бы в ихней церкви Получилось, что он был следующим. И потом люди говорили, А знал ли он? А мог ли он хотя бы догадаться, Догадаться, что он будет следующим? Братья и сестры, Поэтому никто из нас, Мы не знаем, Когда придет наше время. Но я не думаю, Что кого-то надо убеждать, Что самое ценное И самое важное Это в этой жизни Временной, ничтожной Постараться Приобрести, получить, Может быть, где-то заслужить, Не знаю, как, Любые слова подбирайте, Чтобы получить вечную жизнь. Это самое ценное. Это самое важное. Я хотел бы прочитать, Уже много читать не буду, Одно место только прочитаю. Апостол Павел В послании к Коринфянам, Второе послание к Коринфянам, Пятая глава, Первый стих и десятый включительно. Ибо знаем, Что когда земной наш дом, Эта хижина разрушится, Мы имеем от Бога Жилище на небесах, Дом нерукотворенный, Вечный. Оттого мы и воздыхаем, Желая облезься в небесное Наше жилище. Мы не воздыхаем, друзья, Я вам честно скажу. Мы не воздыхаем. Нам здесь хорошо, Мы здесь привыкли. Может быть, Мы что-то, Где-то что-то Мы неправильно чуть понимаем. Может быть, Мы что-то поменяли, Как в этом психе, Который я прочитывал, Что душа поменяла На вещи взгляды. В начале душа здесь Было очень плохо, Потом думает, Можно и пожить, Чем я хуже. И начинаем мы здесь Обусваиваться. А Павел говорит, Что оттого мы воздыхаем, Желая облезься в небесное Наше жилище. Только бы нам одетым Не оказаться нагими, Ибо мы находимся В этой хижине, Воздыхаем под бременем, Потому что не хотим Совлечься на облезься, Чтобы смертное Поглощено было жизнью. На все самые создал нас Бог И дал нам залог духа. Итак, мы всегда благодушиствуем И как знаем, Что во дворяясь в теле Мы устранены от Господа. Когда мы в теле, Мы от Господа устранены. Павел говорит, Мы это знаем. Ибо мы ходим верою, А не ведением, То мы благодушиствуем И желаем лучше выйти Из тела И во дворица у Господа. И потому ревностно Стараемся во дворя, Если выходя, Ли быть ему угодными. Ибо всем нам Должно явиться Предсудилище Христова, Чтобы каждому получить Соответственно тому, Что он делал, Живя в теле, Доброе или худое. Абсолютно каждому. Это не по семействам. Не будет семейства Глады, Семейства Еремчуков, Семейства Герасимов, Семейства такого. Нет. Абсолютно каждый человек. И даже тот, Кто думает, Что мне сегодня только 13, А мне только 10, А мне только 15. Абсолютно каждый человек Будет иметь Личное отношение с Богом. И то, что ты. Абсолютно каждому человеку Надо будет предстать Предсудилище и дать ответ, Что ты делал в теле, Живя доброе или худое. Поэтому я хотел бы сегодня, Напомним всем нам, С чего, Почему я именно это хотел, Говорить с чего. Это все началось. Люди, которые ехали на похорон В Мизурии, Я общался с одним братом. И вот как-то он высказал Такую мысль, Говорит, Самое главное, Ну, не искать, Потому что мы очень, Мы вопросы задаем Богу не те. Господи, почему? Это неправильно. Она еще должна жить. Ну, или он, или кто там. Вот очень много людей, Которые покинули этот мир. И мы задаем Богу Вот такие вопросы. А задаться вопросом, Господи, А что ты мне этим хочешь сказать? Как ты хочешь меня научить Через вот эту ситуацию? Что должен в этом я увидеть? Для меня, что это Господь? Что ты хочешь мне этим показать? И пусть вот такие вопросы, Чтобы мы задавали Богу. И, дорогие друзья, Давайте проверим жизнь свою. Это не для кого-то. Это не перед кем-то. Каждый себя, Каждый лично себя Проверь свою жизнь. На каком пути находимся мы? На каком пути я нахожусь? И, может быть, Как советовал пророк, Чтобы нам остановиться На путях наших. Рассмотреть, Расспросить, Где путь добрый, Где путь древний. Да благословит всех нас В этом Господь. Я не хотел кому-то, Может быть, Какое-то настроение Использовать или что. Я думаю наоборот. Это, вот представьте себе, Если всю жизнь вы копили, Ну, не всю жизнь, Большинство, Это не здесь. То есть, вот где-то вот живут люди, Которые десятки лет Собирают деньги, Чтобы приобрести себе Там какую-то новую машину. Сколько радости. Вот еще нету ее, А ты уже представляешь, Как ты едешь, Какая это будет, Какой это цвет машины. И ты уже радуешься от того, Еще ничего нету, А ты уже радуешься. Так это, я думаю, Сегодня именно мы говорили О том очень таком Приверекательном и важном, Где мы все вместе. Я надеюсь, Я в это, я верю, Я хочу в это верить, Что все вместе мы встретимся У ног нашего Спасителя, Иисуса Христа. Представьте себе, Как прекрасна эта жизнь, Которую Бог создал, А правильный человек молился, Больше крепости 80. Какая прекрасная здесь жизнь, Короткая, временная, Ничтожная. То какая будет жизнь там, Наш Творец, Какую жизнь он придумал Прекраснейшую там. Это что-то такое, Что, Павел говорил, Ухо не слышали, Глазом не видели, На разум даже нам то не приходило. Я думаю, Что мы все хотим быть там. Поэтому не совсем важно, В какое время сегодня Люди туда уходят. Может быть для родных, Может быть сегодня Люди переживают, Плачут, скорбят, Может быть. Давайте вспомним лет 20-30 назад Вот на вашей памяти Вот с кем-то была Вот такая несчастная Такой случай случился, да? Кто-то погиб, Кто-то умер молодым От болезни, еще что-то. Представьте его себе, да? И вот 30 лет прошло, Или 40, Они бы сегодня, Ну может быть они уже Просто умерли своей смертью, да? Вот даже или пришла Их жизнь закончилась, Оно что-то меняет? Вот для того человека, Который раньше ушел, Но он пожил бы здесь больше. Я как бы не говорю, Что здесь нам плохо жить. Я хочу всех нас заинтересовать, Что мы больше переживали о том, Куда мы попадем. Премудрый человек говорил, Что если бы человек помнил О конце своем, Он бы не согрешал вовек. И я хочу именно, Чтобы такие мысли В наших сердцах были, Чтобы мы помнили, Что мы здесь временные. Мы здесь временные, Но мы здесь настолько обустраиваемся, Как будто мы здесь будем жить вечно. Если бы мы знали, Что мы временные, Мы бы, может быть, Иногда в палатках жили. Мы временные, Ну пошел поход на время, И все. Но мы очень обустраиваемся здесь. Я не говорю, что вы, Я тоже в этом числе. Да поможет нам Господь. Самое главное, И как-то соединять жизнь В оплоте, Которую мы живем, Потому что мы не можем Сегодня оставить все, И как-то ничего не делать. Библия говорит, Что кто не заботится О своих домашних, Тот хуже неверного. Надо как-то совместить Вот нашу жизнь, Земную, плоскую, И чтобы она нас не удаляла От того, К чему мы все стремимся. Я хочу вместе с вами Об этом помолиться, Чтобы Господь помог нам, Чтобы Господь нас в этом благословил. И когда придет наше время, Мы не знаем. Интересно потом вот, Когда будем еще жить, Интересно узнать, Чья очередь дальше. Следующее. Но всем нам придет время. Мы все покинем эту храмину. И да поможет нам Господь, Чтобы нам не было страшно. Чтобы мы были готовы. Еще это скажу, И уже все. Как-то вот один человек мне говорит, Общаясь с кем-то, И говорю, А ты как чувствуешь себя? Сегодня ты уже вот, Праведный, неправедный. О, мне еще до праведника Очень далеко. И как-то вот этот человек мне, Который беседовал с другим человеком, Говорит, Как понять вот то, Что вы сегодня, Может быть из-за своей скромности. Мы очень часто говорим, Что мы, Нам еще далеко до святого человека. Мы еще, ну, очень далеко. Мы стараемся, но очень далеко. И он говорит, Как понять, Когда вот человек только умирает, И где этот момент, Когда человек из грешного Сразу становится праведным? Где, когда? Люди, которые считают себя отделенные, Это святые люди. Святые – это отделенные. Если мы будем отделяться От того мирского, Тяжело, когда мы, может быть, Сливаемся с этим миром сегодня. Но если мы будем отделяться От того, что мы, То мы и есть святые люди. Да благословит нас в этом всем Господь. Я хочу, чтобы хоть кто-то, Чтобы мы взяли из этого, Это важно для меня. Я это говорил первому себе, Не кому-то, а говорил себе, Потому что мне когда-то Должен будет предстоять Вот такой переход. Я очень бы хотел, Чтобы те дела, Которые говорил премудрый человек, Что они идут вслед за нами, Чтобы были эти именно добрые дела, За которых бы мне не было стыдно, И за которые Бог бы дал мне Какую-то награду. Давайте мы помолимся сегодня И попросим, Чтобы Господь всех нас в этом благословил. Ему слава в веке. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok